Один мой близкий родственник в прошлом постоянно рассказывал мне о том, как тяжело прошло его детство и молодость, как у него не было поддержки и помощи для того, чтобы устроиться в какой-нибудь университет. И теперь, из-за отсутствия образования и работы, у него большие материальные проблемы. Всегда жалуется на то, что если бы у него были богатые родители или свой человек, который помог бы, то ничего бы из этого не случилось. Другой мой родственник также рассказывает о своей бедности в прошлом, о том, как ему было тяжело и о том, что у него не было помощи по жизни. Рассказывает о том, что он много готовился поступать, однако он не смог поступить в учебное заведение. Но этот мой родственник подчеркивает, что ввиду того, что он рос, сталкиваясь с трудностями без какой-либо опоры, он занимался саморазвитием. Работал днем и ночью. И именно поэтому он сейчас такой обеспеченный. Такие люди, как мой первый родственник, называются реактивными. Они всегда фокусируют внимание на том, что они не могут изменить и что они могут контролировать, тем самым обвиняя именно эти обстоятельства. Такие люди, как мой второй родственник, называются проактивные люди. Они фокусируют внимание на вещах, которые они могут изменить, опуская другие факторы, которые от них не зависят, обращая внимание лишь на то, на что они действительно могут повлиять. Понимаете, людям очень тяжело задавать себе вопрос, что я могу сделать в этой ситуации, чтобы изменить ее. Потому что ответ на этот вопрос связан с работой, с трудностями, с бессонными ночами. Из-за того, что наш мозг стремится больше к легкому и к лене, некоторые люди просто боятся трудностей и действий. Поэтому предпочитают обвинять окружающие обстоятельства и не думают о собственной работе. Первое качество успешных людей – быть проактивными и фокусировать внимание лишь на том, что они могут изменить. Представьте, что вы на поминках. Но не на чьих либо, а на собственных. Люди плачут, а вы стоите около вашего тела и смотрите на него. Что бы вы хотели сказать всего в этот момент? Это самый важный вопрос, который вы должны задавать себе в течение вашей жизни. Хотите сказать, что вы были хорошим супругой или супругом? Если это так, то почему многие из нас каждый день после прихода с работы негативно или раздраженно разговаривают с супругами? Вписывается ли это в то, какими мы хотим себя видеть? Хотите сказать, что вы были полезны в обществе и оказывали большое влияние на жизнь людей? Если это действительно так, делаете ли вы сейчас что-либо, что позволит вам говорить так о себе в будущем? Или же вы все-таки боитесь трудностей и неудач, никогда не делали больших стоящих шагов и прожили, как многие другие, среднестатистическую жизнь? Хотите сказать, что вы умны, способны и образованы? Если так, то сколько времени в день вы потратили на получение новых знаний, на чтение книг, использование на практике ваших мыслей и идей? Если мы спросим у себя, как бы мне хотелось, чтобы меня запомнили в этой жизни, то мы обязательно будем стремиться к коренным изменениям в нашей жизни. Таким образом, второе качество успешных людей – знать заранее, чего мы хотим добиться в результате наших действий. На данный момент, если я спрошу у вас, что для тебя самое важное или главное в этой жизни, многие из вас ответят – здоровье, отношения, семья и т.д. Скорее всего, никто из вас не ответит – смотреть телевизор, читать часами статуса на фейсбуке, следить за тем, кто лайкает наши комментарии и т.п. А теперь обратим внимание, что занимает больше времени. Наш просмотр ТВ, Фейсбук или, например, наше занятие спортом для укрепления здоровья или стремления создать хорошие взаимоотношения в семье. Попытайтесь уделять больше времени тому, что для вас важно. Если то, чем вы занимаетесь, не приведет вас к достижению вашей цели или же мечты, то не тратьте на это время. Говорят, время – это деньги. Однако, время ценнее денег в несколько раз. Потому что вы сможете заработать деньги, если они закончатся, но вы никогда не вернете время, которое было утеряно. Поэтому третье качество успешных людей – ставить на первый план то, что действительно важно. Теперь представьте, у вас есть ресторан японской кухни, а у меня есть ресторан китайской. Скажем, ваша постоянная база клиентов – 5000 человек, и у меня база клиентов – 5000 человек. Мы с вами договоримся о том, что вы делитесь с вашими клиентами нашей визиткой. Так же поступаем и мы. Таким образом, мы с вами заработаем несколько новых клиентов, и тем самым оба остаемся в выигрыше. А теперь представим другую картину. Я захожу к вам на страничку в Фейсбуке и пишу различные негативные отзывы о вашем ресторане, о том, какие ужасные у вас блюда, о том, что кто-либо отравился от ваших блюд и так далее и тому подобное. Тем самым вы потеряете своих клиентов. Потом я надеюсь на то, что ваши клиенты магическим образом превратятся в моих клиентов. Вы узнаете об этом, заходите на мою страничку и также пишите негативные отзывы о моем заведении. В конце мы с вами теряем нашу репутацию и остаемся в проигрыше. Итак, четвертая привычка успешных людей – думать о выигрыше двух сторон. Не думайте, что чей-то проигрыш означает ваш выигрыш. Для победы не обязательно, чтобы кто-то проиграл. Старайтесь, чтобы наряду с вами также выигрывала и другая страна. Ведь именно таким образом вы долгое время останетесь победителем. Скажем, я написал книгу и хочу вам ее продать. Если я вам скажу, пожалуйста, купите мою книгу, я потратил на нее месяц и не спал днем и ночью, разве вас это будет волновать? Конечно же нет. Какое вам дело до моих трудностей, действий? Почему вы должны тратиться на мою книгу только из-за того, что я работал над ней усердно, когда вы можете потратить ваши деньги на что-нибудь другое? Вам важно то, какую пользу вы получите из моей книги, как вы будете использовать полученные знания. Пятый совет, тот, которому я стараюсь следовать каждый день. Во всех взаимоотношениях, в деловых отношениях и даже на этом видео в YouTube я пользуюсь данным методом. Этот метод гласит, старайтесь приносить пользу кому-то, дабы они приносили пользу вам. Теперь представьте, что вас двое, и вы хотите сорвать фрукты с дерева, но вы не достаете до них. Если вы не объедините ваши силы, то вернетесь домой с пустыми руками. Но если вы поможете друг другу, например, один залезет на плечи другого, то вы соберете много фруктов, а после их поделите. Такое объединение называется синергией. Допустим, что моему проекту нужен хороший дизайн. Вместо того, чтобы тратить несколько лет на обучение профессиональному дизайну, я должен привлечь в команду человека за стажем 10-15 лет в этой области. Потому что если я хочу быть таким же профессионалом, как он, то я должен также потратить 10-15 лет своей жизни на обучение. Сила в единстве. Не забывайте, что время в нашей жизни не бесконечно, поэтому навыки и знания, которые мы приобретаем в нашей жизни, также ограничены. Но если мы объединимся с другими людьми и будем совместно работать, то наши возможности будут неограниченными. Шестое качество успешных людей – способность создавать синергию. Один мужчина пытался срезать дерево пилой несколько часов. Спустя определенное количество времени, сосед, не сдержавшись, подошел к нему и сказал, «Знаешь, если ты заостришь пилу, то ты быстрее срежешь дерево. На что мужчина ему ответил, «Но ведь если я начну точить пилу, то разве на это не уйдет много времени?» Эта история может казаться примитивной и смешной. Однако большинство людей поступает так всегда. Мы не можем уделить 30 минут времени в день на спорт для укрепления собственного здоровья и для того, чтобы быть более продуктивными. Это приводит к тому, что наше тело тяжелеет, для нас становится проблемой пойти налить себе чай. А при старении мы попадаем в такое ужасное положение, что даже не можем двигаться и становимся зависимыми от кого-то. Или же не можем уделить в день 15 минут для того, чтобы почитать несколько книг для развития. Но мы читаем статусы ВКонтакте, смотрим телевизор, сплетничаем, а потом, как только попадаем в тяжелое положение, жалуемся на жизнь и на судьбу. Знаете, на что это похоже? Мы хотим построить дом, однако не можем найти время на закладку фундамента и ищем кирпич, который бы прочно стоял на своем месте. К сожалению, в жизни такого не бывает. Итак, седьмое качество успешных людей. Они постоянно находят время и занимаются заточением пилы. Если вам понравилось данное видео и вы хотите видеть больше таких работ, подпишитесь на канал ОпытX на YouTube, чтобы вы получали уведомления при загрузке нового видео. К тому же, если мои видео приносят вам пользу, поделитесь ими со своими друзьями, чтобы вы также могли принести им пользу. Не забудьте также поставить лайк, потому что при большом количестве лайков YouTube предложит просмотр другим людям. Спасибо.